над селом фигня летала серебристого металла очень много в наши дни стало долбаной фигни это немного адаптированная цитата из известной сетевой энциклопедии такой подвид абсурдопедии знаете ли но поскольку наша жизнь чем дальше тем все больше напоминает театр абсурда я посчитал эту цитату здесь уместной здравствуйте сегодня поговорим о неопределенности подведем итоги года а также займемся нашим излюбленнейшим занятием и определим планы на будущий год доминирующими тенденциями уходящего 2018 года являются две волатильность и неопределенность и это сказал не я а доктор экономических наук сергей карелов волатильность и неопределенность выросли в 2018 году и в 2019 вырастут еще больше если обобщить десятки уже опубликованных итогов года и прогнозов на следующий год по широкому спектру тем то от технологии экономики до социальной политической жизни интегральный прогноз получается такой волатильность и неопределенность растут во всех странах отраслях и рынках равно как и в большинстве аспектов человеческой жизни в следующем году этот процесс продолжится с ускорением почему это происходит но мы-то с вами знаем но разные эксперты из разных областей дают широкий спектр различных ответов на этот вопрос основной контекст дискуссии таков в стремительно усложняющимся и ускоряющимся мире важность прогнозов растет а их точность падает и конечно всем интересен главный вопрос насколько можно в настоящий момент доверять прогнозам когда-то очень давно я обучался в институте финансовых рынков чтобы получить сертификат 10 а затем 50 это сертификат управляющего паевого инвестиционного ну или пенсионного фонда он был нужен мне для того чтобы я формально имел право возглавить инвестиционный фонд который я уже и так возглавлял на момент учебы сертификат я получил хотя честно говоря экзамены были очень сложными принимали их очень злые чиновники фсфр кто не знает это федеральная служба по финансовым рынкам это было очень интересная учеба она ни в какое сравнение не идет с учебой в школе или в вузе в университете я воспринимал учебу как обязанность ну такая обыденности поэтому с интересом изучал только те дисциплины которые были лично мне интересны а это была философия социальная психология история обществоведение еще очень любил экономическую географию а вот остальные профильные предметы я воспринимал как обязанность но когда учишься уже в зрелые годы работая при этом в профильной отрасли то отношение к получаемой информации гораздо более серьезное так вот оказалось что курсы управляющих портфелями начинаются чего бы вы думали но никогда не догадаетесь какого предмета с теории вероятности и после того как преподаватель профессор российской академии госслужбы рассказал нам анекдот про блондинку и динозавра этот анекдот видимо являлся таким своеобразным посвящением в профессию мы стали подбрасывать ему настоящие монетки кости тасовать колоду с картами определяя формулу вероятности выпадения определенного числа или карты кстати кто не знает анекдот про блондинку или про динозавра могу рассказать преподаватель спрашивает у студентки блондинки какова вероятность встретить динозавра на улицах москвы ответ был 50 на 50 или встречу или нет вот приблизительно такая же вероятность того что курс биткоина вырастет аналитики которым я по счастью не являюсь и не считаю себя таковым расскажут еще более сложную версию происходящего и звучат и она будет до боли знакома если случится нечто то пойдем вниз а вот если случится что-то другое то пойдем вверх либо можем уйти во флэт вот именно такие формулировки всегда так напрягают трейдеров и простых крипто любителей мне это напоминает мудрое восклицание оренбургской бабушки который звучит приблизительно так так то она так и как она иначе а вот ежели что не потому так вот тебе и пожалуйста на самом деле я был очень удивлен что первая дисциплина по которой мне пришлось сдавать экзамен на курсах управляющих инвестфондов это теория вероятности я считал что управляющих крупных в том числе государственных пенсионных фондов разрабатывая инвестиционную стратегию руководствуются какими-то иными знаниями каким-то иным опытом оказалось нет все очень просто именно теория вероятности так вот в теории вероятности не все действительные числа от нуля до единицы являются вероятностями и основным источником противоречия неточности в прогнозах является то что они являются вероятностными то есть все прогнозы являются не точными а вероятностными практически это означает что они не предсказывают рост или падение того или иного актива а сообщают лишь о вероятности того или иного результата что еще более усложняет проблему эти прогнозы сообщаются задолго до события в виде точечных оценок и часто подразумеваемой ошибки модели однако используемые модели вовсе не являются копии реального мира и что еще хуже никто на свете не может определить задолго до события насколько велика ошибка моделирования любые предсказания имеют два типа неопределенности алеаторная и эпистемическая алеаторная неопределенность связана с фундаментальными свойствами системы именно со случайным характером изучаемых процессов например вероятностью выпадения шестерки на игральной кости эпистемическая неопределенность связана с неопределенностью системы а именно отсутствием достаточных знаний о процессах и замене знаний некоторыми не точными моделями например мы не знаем сколько сторон у игральной кости как же маркированы ее грани по какой из граней верхней или нижняя будет определяться результат и поэтому мы просто не знаем вероятность выпадения шестерки в такой весьма неопределенной системе незнание количество граней на кости является эпистемической неопределенностью ее можно уменьшить например изучая строение кости когда мы будем точно знать сколько граней у кости тогда мы сможем точнее предсказать какая именно грань с какой вероятностью может выпасть. Однако уменьшить алеаторную неопределенность невозможно, даже бросая кости много-много раз. Другими словами, алеаторная неопределенность относится к результатам игры, а эпистемическая неопределенность относится и к тому, в какую игру мы играем и каков будет ее результат. Трейдинг, например, обладает высокой эпистемической неопределенностью. Это когда нужно угадывать игру и ее результат. Грубо говоря, нам надо решить, что мы делаем. Играем в лонг или в шорт и где мы ставим стопы. То есть сначала нам надо понять, каков тренд, бычий или медвежий. И второе, на какую величину и на каком промежутке времени мы будем играть. Угадать же игру зачастую просто невозможно. Она происходит во многом под столом на фоне дымовой завесы ложных и отвлекающих новостей манипуляторов. Но самое худшее, что игроки из всех сил стараются сломать игру, если не подменяя правила, то как минимум трактуя их в свою пользу. С этой целью игроки инициируют сторонние действия третьих лиц, не являющихся участниками самой игры, но способные повлиять на код игры. Ну, например, действия регулирующих и государственных органов. И если мы руководствуемся постулатом открытого рынка, что чем выше спрос на рынке со стабильным предложением, тем выше будет и цена, то по факту получается, что цена никак не зависит от спроса. Более того, как я уже писал на своем канале в Телеграм, подписывайтесь, ссылка будет внизу, в ноябре спрос рос, а цена падала. Я имею в виду, конечно, рынок биткоина. То есть аналитики намеренно игнорируют эпистемически неопределенные события. А без учета наиболее важных неопределенностей получить достоверную вероятность поведения рынка вообще невозможно. Что касается мотива всех этих аналитиков и предсказателей, занимающихся прогнозами. В принципе, ими движет гремучая смесь, во-первых, из непонимания сути происходящих событий и вполне понятных корыстных целей. Ведь это их бизнес. И лучший способ его приумножать, это давать еженедельные вероятностные прогнозы, зарабатывая на их комментировании в средствах массовой информации и обсуждая их на телевизионных шоу, многочисленных интервью, в ютюбе и так далее. Как обычно выглядит какая-то новость? Сначала произносится сама новость, что произошел, например, обвал фондового рынка, что Доу Джонс потерял тысячу пунктов. А затем берутся интервью аналитиков, которые звучат приблизительно, как говорила та бабушка из Оренбурга, что так-то оно так, и как оно иначе. Ошибка ценой в 2 миллиарда долларов. Именно столько американский инвестиционный банк J.P. Morgan Chase потерял за полтора месяца на торговых операциях с кредитными деривативами. Как признал в четверг глава банка Джейми Даймон, это случилось из-за ошибочной стратегии и слабого контроля. J.P. Morgan лучше конкурентов справился с прошлым кризисом, но теперь эксперты сомневаются в надежности его знаменитой системы управления рисками. Вот, казалось бы, и все. В общем-то, в принципе, занавес. Все ясно. Но на самом деле все еще хуже. Одни и те же аналитики всегда дают одни и те же прогнозы по направлению, то есть вверх или вниз. Меняются зачастую только амплитуды и сроки. Вот если вот Джейми Даймон стабильно говорит, что биткоин это ничто, и он упадет до нуля, и то же самое делает Чарли Мунгер и Уоррен Баффет, то Макафи и Ли всегда говорят, что рынок пойдет вверх, только вот на разные величины и меняют свои показания в зависимости от конъюнктуры. Дело в том, что все аналитики не безучастны к самому процессу лично и проявляют фантастическую самонадеянность. Вот так повелось, что биткоин не оставляет к себе равнодушных. Для одних он будущее и благо, для других суррогат, средства платежей преступников, все что угодно, черные деньги. Причем запас знаний у одних и у других растет очень быстро, но их самонадеянность растет еще быстрее. И как следствие мы все переоцениваем, все свои знания и недооцениваем неопределенность. Ученые пришли к выводу, что будущее непредсказуемо. Тем не менее хочется верить, что Эйнштейн хотя бы частично был прав, когда говорил, что Бог не играет в кости. В квантовой механике, к сожалению, не получилось найти некие скрытые параметры, незнание которых не позволяет настроить точную квантовую механику природных систем. То есть таковых не существует, наука оказалась точной. Но с непредсказуемостью искусственных, то есть создаваемых людьми, социальных, экономических и политических систем, далеко еще не все ясно. И точный расчет поведения таких систем после фазовых переходов вполне может оказаться возможным. Но на этом представления современной науки о прогнозировании будущего в принципе исчерпываются. И на мой взгляд, эти представления говорят только об одном. Вот либо ученые настолько оторвались от реальной жизни, что не замечают, что все социальные, экономические процессы в обществе не являются случайными, их нет необходимости предсказываясь, пользуясь научными методами. Все происходящее с людьми спланировано другими людьми. Либо имеет место сознательная деятельность ученых по прикрытию реальной модели управления обществом современной корпорократии. И это, скорее всего, так и есть. Недоумение вызывает экономика, которую я называю лженаукой, но если присмотреться к серьезным трудам серьезных маститых ученых, то все их выводы, как правило, прикрывают деятельность корпорократии. То есть, они объясняют в научных терминах то, что происходит очевидно и понятно по каким причинам, но для того, чтобы, видимо, запутать население. Бедные ученые не могут даже заметить доказанные тысячелетиями законы и аксиомы. Они ведь все на поверхности. Ну, какие законы и аксиомы? Первое. При любом изменении формации, при любом развитии социально-экономическом и политическом, при любой революции богатые становятся богаче, а бедные беднее. Второе. Рабство постоянно развивается, трансформируясь от формы принудительного к добровольному. А все войны революции инициированы не снизу, а сверху. Существующая социально-политическая система уже исчерпала все возможности легитимизированного воспроизводства в своей парадигме, а парадигма, мы это знаем, называется устойчивое развитие. Поэтому грядет ее демонтаж. И наблюдательные уже давно это заметили. Я тоже стараюсь обратить ваше внимание на эти процессы, но велика по-прежнему сила ученых. Тот поток сознания, который несут, состоящий из каких-то осколков здравого смысла, облеченного в затуманенные словесно-эмоциональные формы, у простых людей вызывает просто стопор. Но современная наука не что иное, как калейдоскопическое представление о мире. Помните такую детскую игрушку калейдоскопа? Вот с системой зеркал и битыми разноцветными стеклышками. Когда ребенок ее крутит, в таком случае образованного человека, способного критически мыслить. А ложь, вы знаете, ложь, она всегда запутана, требует специальных знаний, научных степеней, красноречивого словоблудия, умных слов. Тем самым она прикрывает то, что король оказывается голый. Мы, люди, считаем, что являемся венцом мироздания. Уж во всяком случае, мы стоим на вершине развития интеллекта. А что такое интеллект? Уже очень давно появился тест IQ, где людей заставляют выполнять разные по своей сути задания, в основном механистически, показывающие натренированность памяти человека. Люди же разные бывают. Бывают правополушарные, левополушарные. У кого-то развито предметное мышление. У кого-то образно, у кого-то образно-прогностическое. Так вот, в тесте на IQ побеждают самые умелые. Остальные с низким IQ считаются плебсом и низшей кастой. И над ними можно смеяться, демагогизируя вообще любые народные мудрости, употребляя красивые фразы и выражения. Народ это пугает. Давайте посмотрим, как справляются с типичным тестом IQ на быстроту реакции памяти обезьяны. Вот очень показательный эксперимент японских ученых, который заставляет глубоко задуматься о природе управления обществом и теории элит. Это сюжет из серии Mind Field, снятый известным блогером-миллионером V-Source в японском исследовательском центре Винуяме. Это один из самых старых городов в Японии, где находятся древнейшие из храма в Японии и институт Киотского университета по исследованию приматов. Здесь группу шимпанзе обучают играть в игру, раскрывающую шокирующие особенности их памяти. Вы будете очень удивлены, но вот как это работает. Посмотрите на эти цифры. 1, 2, 3. Запомните их расположение, потому что сейчас они исчезнут. Теперь вы сможете вспомнить, как они расположены, в каком порядке возрастания. Сможете? Это легко. Как раз, 2, 3. А что если усложнить эту задачу? Приготовьтесь показать, где была каждая цифра сейчас. Если вы думаете, что у вас было мало времени, чтобы запомнить расположение чисел, ничего в этом нет постыдного. Или все-таки есть? Этому шимпанзе времени достаточно, чтобы запомнить этот тест. Готово. Каждое из этих заданий совершенно новое для обезьяны. Но ей достаточно вот одного взгляда, чтобы запомнить все цифры. Каким образом память обезьяны может быть настолько лучше нашей человеческой? Согласно теории, люди, которые гораздо хуже выполняют это задание, потому что умеют говорить. Чем отличается человек от всех остальных животных? Очевидно, тем, что умеет говорить. Для всех интересующейся темой я предлагаю посмотреть весь цикл этих фильмов по ссылке в описании к этому ролику, который я прилагаю внизу. Уверяю вас, это очень интересно. Но я привел этот пример для того, чтобы проиллюстрировать, чем именно занимаются ученые, политики, экономисты и аналитики, предлагающие нам свои несбывающиеся прогнозы. И эти прогнозы становятся все менее точными. Потому что нет такой задачи дать вам точный прогноз. Потому что задача, правящая олигократии, дать ложные цели и скрыть подлинные. И весь окружающий наш мир и потоки поступающей официальной информации необходимо воспринимать именно сквозь эту парадигму. Хочу здесь привести слова песни The Fletcher Memorial Home Роджера Уотерса. Я ее в детстве очень любил и часто слушал. Группа Pink Floyd, если вы помните. Так вот, в этой песне есть такие слова. Вот бы всех этих тиранов и царей, всех этих переросших детей собрать бы в дом специальный и пусть они там, на собственном телеэкране, выступают друг перед другом. Иначе как им понять, что это не сон? Мне кажется, что очень в тему. Именно поэтому я отдаю предпочтение логике, здравому смыслу и своему жизненному опыту, анализируя все происходящее вокруг. И поскольку будущее неопределимо, я скорее поверю иррациональному предсказанию посланника из будущего, чем лукавому словоблудию ученых, политиков, аналитиков, руководствующихся теорией вероятности или теорией относительности. Не имеет значения. И то, и другое имеет довольно слабое отношение к действительности. Нами управляют обезьяны, обладающие безупречной памятью и лишенные гуманизмы и человечности. И если кто не может разобраться в этом самостоятельно, можете положиться не на свой интеллект, но хотя бы на свою интуицию. Поэтому сейчас я, как и обещал, зачитаю выдержки из письма моего подписчика Евгения о его представлениях о будущих событиях, которые я анонсировал в своем позапрошлом видео. Итак, 11 декабря 2018 года, 3 часа 5 минут. Вот уже как месяц прошел после моего осознания, или уже это можно сказать прозрения, многое, что поменялось в моем мироощущении и восприятии. Именно последний месяц меня сопровождал постоянными открытиями и осознанными имплементируемыми факторами, которые воспроизводились в моей голове как понимание того, что 2 плюс 2 равняется 4. Я начну с очередного прозрения, или как я его называю, осознания. Речь будет идти про биткоин. В общем, теперь по делу. Буду писать максимально сжато, по крайней мере попытаюсь. Биткоин как проект стоимостью нашей планеты. Текущая система обычного печатания валюты не является высшей формой управления и манипулирования человечеством. Это понимание пришло им еще в начале 30-х годов. Тем более, что спустя почти 70 лет популярность доминирующей валюты падала и падает сейчас. Поэтому, идя в ногу со временем и новыми технологиями, группа лиц, в чьих руках печатный станок по производству долларов США, решила, а может и осознала еще в конце 80-х годов, что нужно управлять всем миром. И так, чтобы все сами этого захотели. Да, так просто и сложно. Так прагматично и дальновидно. Для реализации этой цели необходима либо единая валюта, подконтрольные технологии, на которых строились бы эти валюты. Ну а что? Мы их и так всех обманули. Время и свободы люди меняют на бумагу. Даже не на бумагу, а просто на виртуальные единички и нолики, которые мы вписываем в банковскую цифровую систему. Теперь, когда обман работает почти 100 лет, нам нужно не просто управлять локальными областями, нам нужно управлять всем и всеми. Тем более, что скоро этот 100-летний цикл завершится, и нужно делать новый виток. И этому фактору поможет век цифровых технологий. И тут рождается отличный план сделать самоорганизованную цифровую валюту, которая давала бы широкую, мнимую свободу, независимость и анонимность. Валюту, в чьей идеологии лежала бы концепция, которая бы шла в разрез мировому устройству экономической системы. Ведь для формации нового устоя не хватало лишь этого механизма. Цифровые технологии – это шанс. Этот шанс с технологиями – это всего лишь план по техноглобализации и возможность формы управления, от которой никто и никак не спрячется. В общем, это другой вопрос. Нужно было создать проект, который бы полностью шел в разрез с концепцией денег. Проект цифровой валюты. При этом валюты настолько гибридная, что она стала бы контрольной отметкой в начале новой эры глобального финансового управления всем человечеством. Для этого привлекли порядка 100 людей из высшей касты по различным сегментам – экономика, финансы, политика, политология, философия, социология, информатика, маркетинг и так далее, чтобы они проработали этот проект тщательно. А проект этот под названием «Биткоин». Да, проект «Биткоин» не стал просто случайным явлением неизвестного гения. Это один из проектов, который по ряду факторов ворвался в бировую арену всеобщего принятия и самое главное – самопринятия. Как главная особенность проекта, каждый сам захочет иметь у себя «Биткоин». Каждый. Сейчас, оглядываясь назад, можно понять, что их план гениален, настолько дальновиден, что обычному человеку непросто это сознать и принять. Так долгое время происходила легкая скупка монет. И вперед с 2013 по 2017 год и перед мощным пампом 2017 по 2018 год у них уже было порядка 10 миллионов монет. Утеряно тоже много монет. В итоге осталось в районе 7 миллионов на размен для манипулятивной игры, так сказать. Недавний памп – это всего лишь бета-тестирование. Тестирование того, как глобальный финансовый рынок и социум отреагируют на это. Тестирование сильных и слабых сторон проекта. Тестирование возможных ответвлений проекта. Например, ICO, новые технологии и так далее. Ведь это все привлеченные средства со стороны и создание мощного пласта для дальнейших действий. То есть дать рынку развиваться и потом использовать это в своих целях. А дамп – это контролируемая ситуация ведущих трейдеров, каким была дана лишь малая часть биткоина. И это позволило сбивать цену. Сбить для того, чтобы могли войти крупные игроки в этот рынок, так как за ними и войдут целые государства. Майнинг – это особая тема, которую нет смысла вам описывать. Хочу заметить только, что если в моей абстрактной перспективе посмотреть под этим углом, то как раз получается, что биткоин – это самоорганизующая цифровая сеть, которая приносит прибыль ее создателям со всех сторон. Майнеры покупают оборудование, платят им, майнинг работает, платят за электричество, монеты добываются и проводится в финансовый рынок. Всем хорошо. И все это доказуемо. Ведь все, что происходило, покупки бирж, новостной фонд и так далее, это все описывает то, что именно я и говорю. Но и большую часть видимых процессов. Получается замкнутый цикл. Цикл, который приведет к тому, что они хотят. Проект биткоин будет завоевывать все больше и больше сторонников из-за активной новостной подачи информации и неважно в каком ключе – положительном или отрицательном. Продавливание рынка, дампинг и выравнивание рынка, до любой цены пампинг. Для всех участников финансовой системы при этом важно выбивать позиции у других игроков для последующего вовлечения через подконтрольных трейдеров. Майнинг нужно развивать и поддерживать за счет технологичных производителей. После второй волны сильного пампа в период с 2019 по 2022 год вовлечь проект биткоин во все финансовые системы и первым шагом это станет принятие фьючерсов, чтобы вне рынка воротить большими объемами и не сильно влиять на стоимость биткоина. Это так называемая экспирация. Все государства перейдут на собственные криптовалюты. Это упростит контроль и управление всеми финансовыми потоками. При этом важно создать благоприятные условия и тарифы для самововлечения социального пласта в токенизацию не в биткоине, а в той криптовалюте, где находится человек. Плюс обязательная форма кредитования на всю жизнь. Для этого нужно сделать так, чтобы цена на биткоин была такова, что человек не смог бы его купить. Важно выработать механизм, при котором каждый житель имел бы пересонифицированный ID с привязанным токеном для детального анализа и контроля. Все, кто не согласится, будут изгоями и сразу попадут под силовое влияние системы. Все финансовые потоки всех малоподконтрольных государств должны перейти в цифровой формат. И для этого должно быть оказано влияние санкции, реформы, войны, все что угодно, в любом виде. Для переформатирования глобальной экономической системы потребуется воспроизвести сильный экономический кризис. И это можно сделать не раз и по разным направлениям. Все технологичные и нужные криптопроекты будут выкуплены. Биткоин станет цифровым золотом. При этом комиссия в сети будет на программном уровне уменьшена до одного сатоши, то есть до номинала в один доллар. Если биткоин не оправдает свои цели, мы сделаем другой проект, а биткоин опустим до нуля. Все, на этом можно остановиться и дальше не описывать. В этом письме Евгений необычайно точно описал именно то, как на самом деле обстоит дело с биткоином и планами мировых элит этих дрессированных обезьян по дальнейшему в кавычках развитию общества. А на самом деле созданию хаоса для обнуления всех долгов и состояний новых богатых. И в основе этого будущего будет лежать именно биткоин. И в этой теории собираются пазлы всех футуристических концепций, начиная от религиозных предсказаний до Луки Маньоты пресловутого. Как долго будет продолжаться весь этот хаос, который наступит буквально в ближайшие два, три, четыре года, я лично считаю, что столько же, сколько Моисей водил свой народ по пустыне, а это около сорока лет. Главная задача, чтобы в новых условиях хаоса и разрушения национальных государств родилось два поколения людей, но остались еще те, кто помнил относительно мирное и сытое время. Тогда и явится спаситель в виде нового мирового порядка и создаст новый дивный мир. Привет Олдосу Хаксли. Кстати, в своем последнем романе, прижизненном, Олдос Хаксли, роман этот называется «Остров», описывает очень странный остров с очень странным социальным устройством. В общем, почитайте, у кого на это есть время. Что же делать нам? Спросите вы. Ну что, покупать биткоин? Биткоин, несмотря на все курсы, взлеты, падения, бычьи, медвежьи тренды, покупать биткоин? Причем каждый месяц, начать от своих доходов, кто во что гораст. Может на 10%, может на 20%, может на половину. В принципе, ну уж если очень туго с деньгами, то можно отказаться хотя бы от походов в кино. Все равно там последние 5-10 лет смотреть нечего. Ну реально. Ну может 1-2 фильма. Ну на 1-2 можно сходить раз в 5 лет. Даже при цене в 1 доллар за Сатоши это будет единственное золото смутного времени, за которое можно будет купить все и которое сможет как-то прогарантировать ваше безбедное существование. Купить биткоин на любые суммы, начиная с 5 долларов, можно в интернете очень легко. А теперь немного рекламы. Как же без нее? Мониторинг обменников bestchange.ru подскажет, как менять деньги с минимальными потерями на комиссиях и времени. Отметьте, какую валюту вы хотите отдать, а какую получить. Мониторинг подберет подходящие обменные пункты и отсортирует их по курсу. Остается лишь перейти на лучший обменник. К вашим услугам всегда доступны калькулятор и подробная статистика о курсах и резервах. Если текущие курсы вас не устраивают, воспользуйтесь функцией «Оповещение». Задайте свои условия и получите сообщение при появлении подходящих курсов. В случае отсутствия обменников с помощью функции «Двойной обмен» вы найдете оптимальный вариант двух обменов через транзитную валюту. Все обменные сервисы проходят тщательную проверку и администрация bestchange.ru гарантирует их надежность. Используйте bestchange.ru для своей выгоды. Купить биткоин на любые суммы, начиная с 5 долларов, можно на ресурсе bestchange.ru. И сейчас мы попробуем это сделать. Итак, идем на ресурс bestchange.ru. Здесь мы можем найти самый выгодный курс для покупки нашего биткоина. Что мы имеем? Например, я имею Яндекс.Деньги и хочу приобрести биткоин. Нахожу здесь биткоин. Что мы здесь можем еще поменять? Можем наличные доллары, наличные рубли, наличную гривну. Можем поменять безналичную гривну Privat24, WTB24, Tinkov, Alfa, Sberbank. То есть, все популярные платежные системы у нас есть. И вот мы смотрим, что сейчас мы можем купить биткоин за Яндекс.Деньги. Но мы выбираем биткоин. 282 тысячи рублей за один биткоин. Вот, между прочим, этот значок означает, что данный обменный пункт работает в ручном и полуавтоматическом режиме. То есть, в принципе, мы можем зафиксировать курс. Заходим на первый же попавшийся обменник. Заходим в Яндекс.Деньги. У меня есть 800 рублей. Дальше я должен ввести сюда свой кошелек Яндекс.Деньги. Дальше получаете. Здесь мы хотим получить биткоин, кошелек биткоин. Вводим кошелек биткоина. Сюда можно ввести email. Начать обмен. Для завершения операции обмена подтвердите переход по ссылке. Я оплатил. Продолжить. Перевод личных встреч с 804 рубля. То есть, фактически, я оплачу комиссию 4 рубля пока что. Загляните в телефон. Так, заглядываю в телефон. Подтверждаю. На телефоне тут же пришло подтверждение. Вы заплатили 804 рубля. Транзакция прошла успешно. Ну, вот и, собственно, заявка обрабатывается. Я вижу, что я перевел со своего кошелька Яндекс.Деньги на свой биткоин-кошелек. И, кстати, перевел я на кошелек Трезор. Что удобно. Кошелек Трезор создает каждый раз новый, генерирует новый адрес для того, чтобы можно было спрятаться и не показывать там основной свой кошелек. Вот у меня, собственно, новый кошелек. Мы видим, что адрес биткоина начинается на троечку. Это Segwit. То есть, это уже новая адресация адресов биткоина. Мы видим, что заявка обрабатывается. Когда она будет обработана, мы увидим, что у нас будет выполнено. Ну да, и дружественная Валерия хочет нам чем-то обязательно помочь. Вот, собственно, и вся операция. То есть, происходит она настолько быстро и чудесно, что просто даже не верится. Остается подождать подтверждение нашей сделки. Сейчас мы подождем и продолжим. Вот сейчас мы видим, что заявка обработана. Прошло времени буквально очень-очень мало. Вот здесь, если посмотреть, да, мы пришли по операции, мы видим, что у нас заявка завершена. Всего таким образом я получил 0.02, то есть, 0.002 BTC или, говоря в Сатоши, 215 732 Сатоши. Очень скоро, через год, через два, как предсказывают несистемные аналитики, один Сатоши будет стоить 1 доллар и тогда у меня будет 215 732 доллара. Вы можете заходить по моей реферальной ссылке, если это противоречит вашей внутренней политики, вы можете просто вот здесь стереть мою реферальную ссылку и зайти без моей реферальной ссылки, тогда я не получу свои 5 центов за то, что вы зашли на сайт. Ну и хорошо, как бы я не обеднею, вы богаче не станете. Так что, дело ваше. И, между прочим, здесь не будет сообщения о том, что произошла какая-то операция по покупке криптовалюты, потому что всего-навсего произошло перечисления денег с вашего Яндекс кошелька на Яндекс кошелек другого человека и, в общем-то, и все. Если вы будете пользоваться другими системами оплаты, значит, будет происходить в других системах оплаты. Но, во всяком случае, сделка совершена очень быстро. За что? Спасибо, BestChange. А теперь немного предсказаний от моих подписчиков, которые хочу вам сейчас зачитать, чтобы у нас в этом году уже не осталось неисполненных, не зачитанных предсказаний, и чтобы было понятно, что я от вас ничего не скрываю. Но, к любым предсказаниям, к любым откровениям надо быть, конечно, открытым. Когда ваше сердце открыто, то они идут вам на пользу. Если вы все продолжаете отрицать, ну, это тоже ваша позиция, я ее уважаю. Итак, письмо от моего одного подписчика, который мне пишет. Поскольку смотрю ваш канал в Телеграме, считаю, что вы подготовлены вот информация. В июле до середины будет рост, точнее сказать, пик роста. Расти начнет по весне. Эти данные от предсказателя, который был проверен многочисленным опытом разных людей. Пользоваться ли этой информацией или нет, ваше сугубо личное право. Но почему-то я посчитал нужным вам это сказать. Благодарю за информацию, которую вы даете, и считаю, что ваши данные единственные истины из доступных мне каналов в Телеграм. Спасибо. Еще год без доброй сказки. Добрые сказки обязательно нужны. Только в моем понимании добрая сказка это не тогда, когда вот такая огромная красная фура, разукрашенная гирляндами, едет по лесу, обгоняя оленей и развозит всем, говорят, не очень полезный, но вкусный новогодний напиток. Не буду говорить, какой. Но, на мой взгляд, сказка должна быть добрая. В сказке должно быть то, что можно назвать добрым молодцем урок, поскольку, как мы знаем, сказка ложь, давний намек. И я хотел бы в рамках освещения творчества моих подписчиков, они оказываются люди всесторонне талантливые, многие из них, я хочу вам прочитать утопию от подписчика, как он сам заглавил это свое письмо, дефляционная сказка сон или мир глазами адепта биткоин. И я прошу уйти сейчас, убрать от экранов всех слабонервных, все, кто не любит РЕН-ТВ, НТВ, еще какие-то, я не знаю, я уже 20 лет телевизор не смотрю, но мне говорят, что я могу конкурировать с какими-то каналами. Но, тем не менее, вы должны понимать, это не моя сказка, это творчество моих подписчиков. Если вам интересно, я могу даже потом оставить ссылку на описание, значит, получу разрешение от автора и тогда оставлю. 25 мая 2017 года, именно тогда была создана эта сказка сон или мир глазами адепта биткоин. Шел кризисный 2020 год, банковскую систему снова штормила и волатильность на фондовых рынках радовала спекулянтов. В один прекрасный день системы дальнего слежения за космосом обнаружили быстро двигающийся к планете объект по довольно-таки выверенной траектории. Буквально за несколько часов стало понятно, что это искусственный объект и у него есть система двигателей, поскольку скорость его начала резко снижаться. На фоне грандиозного шока, накрывшего жителей планеты, правительство всех стран созывали экстренные заседания, доставали из архива всю информацию, что человечество успело накопать на пришельцев. Через два дня инопланетный корабль теперь стало очевидно, что это корабль лег на околоземную орбиту и начал транслировать сообщения в духе мир вам земляне. Мы прилетели знакомиться, готовьте место для официальной встречи на самых разных языках. После непродолжительных споров было решено встречаться в Нью-Йорке, куда все делегаты дружно и направились. Посол представитель пришельцев появился прямо в конференц-зале за 30 минут до запланированного начала встречи, явно воспользовавшись телепортацией. Надо отметить, он выглядел весьма стереотипно. Серая кожа и увеличенная голова странным образом сочетались с очень пластичными движениями тощего тела. Он поблагодарил всех собравшихся на чистейшем английском языке и объявил, что уполномочен заключать любые соглашения от имени трехсот разумных видов, населяющих галактику. Как ему было известно, наблюдения за возрастлением человеческой цивилизации проводились уже несколько тысячелетий и серьезных прямых вмешательств наблюдатели никогда не проводили. Однако в настоящее время сложилось слишком много рисков для планеты Земля и для самого человечества из-за слишком уж агрессивного подхода к природопользованию. Совет разумных рас решил, что вмешаться в процесс будет уместно, в том числе через продажу технологий ресурсов, культурный обмен и прочие межрасовые взаимодействия. В качестве жеста доброй воли каждому делегату был вручен носитель информации вроде флешки с большой интерактивной программой, рассказывающей о неблагоприятных сценариях обрушения мировой экономики, экологических катастроф с описанием причинно-следственных связей. Делегаты проявили большую выдержку и начали задавать осторожные вопросы. Посол пришельцев широко улыбнулся и развернул в воздухе голографические экраны с прайсами и адресом интернет-сайта, который, видимо, был зарегистрирован заблаговременно. На самых видимых позициях наблюдались такие лоты. 1. Технологии локальной телепортации в пределах солнечной системы 10 тысяч биткоинов. Технологии получения энергии в неограниченных количествах 3 тысячи биткоинов. Технологии отключения механизмов старения 1. 1500 биткоинов. Первый взметнулся делегат Объединенных Арабских Эмиратов и предложил 5 тысяч биткоинов за исчезновение из продажи энергетических технологий хотя бы на 50 лет. Посол, опять же улыбаясь, пообещал, что такое решение возможно. Но почему вы решили вдруг заплатить такую огромную цену за ближайшие 10 тысяч лет? Вся ваша добытая нефть будет стоить и не знаю текущего курса просто монеты есть и гораздо больше. Посол предложил подумать о курсе завтрашнем и только потом настаивать на сделке. Следующий вопрос поступила делегата США и он похоже волновал всех собравшихся. Почему собственно биткоины а не официальные валюты альткоины или хотя бы золото на этот вопрос пришелец сделал видимо усилие чтобы не рассмеяться. Мы говорит знаете ли в курсе что вы недавно начали очередной раунд QE и собираетесь произвести еще 2 триллиона долларов из воздуха. QE я поясню для тех кто не понимает количественное смягчение политика количественного смягчения то есть дополнительное печатывание долларов. Так вот за пределами вашей планеты стоимость резаной бумаги ровно как и чисел в компьютерах ФРС от нуля особенно не отличается. Там просто не существует настолько слабых интеллектом обывателей. Про альткоины еще веселее. Мы также знаем что упырь банк чьи акции в вашем портфеле недавно выпустил калоша коин с примайном в половину денежной массы и вы явно надеетесь стать бенефициаром от продажи этих монет. Нам альткоины не нужны ведь история стабильно показывает что их ценность в отличие от первой криптовалюты явление временное и преходящее. Что же до золота мы вам можем бесплатно дать координаты планеты почти целиком состоящие из этого металла впрочем пока у вас нет технологий для космических путешествий могу предложить скромную услугу по доставке металла в любой из ваших городов по цене 100 биткоинов за миллион метрических тонн. Представитель США начал судорожно считать и поразился как же так получается курс биткоина должен составлять при таких расценках квадриллионы долларов за монету вот тут инопланетный посол стал совершенно серьезным и говорит всем забудьте о своих фантиках они вообще ничего не стоят в сравнении с единственной дефляционной валютой вашей расы вот такая сказка продолжение не обещаю к чему-то это вся история примерно 5 лет назад я покупал биткоины по цене 147 рублей за штуку сегодня продавал по цене 147 тысяч рублей за штуку подобный опыт не может не делать инвестора субъективным и даже зашоренным но для большинства извне я отчетливо представляю что мир криптовалют выглядит совершенно иначе на грани абсурда и грандиозного лохотрона при том что для меня лохотрон это производство фантиков мировыми центробанками в неограниченных количествах а ведь мерилом кто прав остается лишь итоговый баланс ну хотя бы в граммах золота пока оно еще сохраняет роль эталона покупательной способности вот такая сказка которую представил вам на ваш суд для того чтобы наполнить ваш новогодний праздник светлыми чистыми и добрыми мечтами не знаю что здесь светлое чистое доброе серые инопланетяне собрание объединенных наций видимо в Нью-Йорке и торговля за технологии но технологии были предложены неплохие цена биткоина тоже нас бы всех я думаю устроило поэтому желаю нам всем чтобы этот курс мы увидели пораньше но кстати сказать сказка это было написано 25 мая 2017 года еще до всяких хайпов и этот человек уже 5 лет назад покупал биткоины и что интересно год кризиса 2020 и это очень сильно совпадает со всеми остальными предсказаниями я редко вижу чтобы официальные предсказания или прогнозы как-то совпадали хотя бы со здравым смыслом я уж не говорю там по датам и по времени ну а здесь видимо время такое что мне присылает вот такое творчество если у вас есть подобное интересное творчество я кстати вам не все зачитал мне здесь прислали такие же сказки с негативными прогнозами но поскольку в них сквозила какая-то знаете такая политическая межрасовая ненависть ну к нам к держателям криптовалют я не стану вам зачитывать хотя если будете настаивать могу и зачитать надо показывать весь спектр на этом я хочу попрощаться с вами до следующего выпуска уже в новом в 2019 году прошу вас подписаться и поставить колокольчик чтобы не пропустить две новые темы о вложениях в будущее между прочим превосходящие по надежности золото и бриллианты я об этом расскажу в одном из своих видео в следующем году и также об истории создания биткоина в новом своем видео в новом году я расскажу кто именно создал биткоин для чего как он устроен чем он гарантирован и почему он надежен а также отвечу на вопрос можно ли остановить блокчейн биткоина без войны любых силовых либо мошеннических действий в новом году я объявлю вам о новом проекте который не будет похож ни на что из того что уже есть на рынке на сегодняшний момент подписывайтесь чтобы быть первым поздравляю вас с наступающим новым годом желаю вам в новогодние праздники отвлечься от повседневной суеты окинуть взглядом всю свою прошлую жизнь и понять что именно делали вы кардинально неверно у вас откроется такая возможность на востоке говорят для того чтобы осознать то положение где мы находимся сейчас нужно уехать из этого места у нас у всех будет несколько выходных и надо хотя бы недалеко если есть возможность конечно далеко улететь любыми путями вырваться отсюда я вас уверяю даже если вы на это потратите деньги эти деньги потом окупятся потому что как говорил один великий ученый проблему невозможно решить с того уровня на котором она возникла можно решить с более высокого поэтому а на востоке говорят что для того чтобы увидеть проблему нужно отойти дальше и тогда издалека она станет видной у вас такая возможность непременно появится в новом 2019 году будьте здоровы не переуседствуйте в праздники и хотя это год свиньи не уподобляйтесь ей в эти праздники помните о балансе до встречи в новом году пока бессмертной и inkles европей немножечко эй yeah это только